В 60-е, 70-е годы дерби двух московских команд собирало огромное количество зрителей. В этот жаркий майский день школьники Ветя Борисов, Валера Гурочкин и Вова Архипкин были первыми на трибунах центрального стадиона в Лужниках. Они приехали задолго до начала. И не напрасно. Поток людей казался нескончаемым. Откуда только не приехали сегодня в Лужники любители спорта. Кто же вызвал такой интерес у болельщиков? Вот они, выбегают на поле. Достаточно только их назвать, и все сразу станет ясным. Динамо и Спартак. Два извечных соперника, два сильнейших коллектива. В те десятилетия ни одной из команд не удалось добиться решающего преимущества над соперником. Все игры проходили в чрезвычайно напряженной борьбе. Зачастую, если в первом круге чемпионата СССР побеждал Спартак, то во втором удача сопутствовала Динамо. Или наоборот. Часто соперники играли друг с другом в ничью. Сезон 1963 года был последним, в котором непосредственную борьбу за звание чемпиона СССР вели между собой московские команды Динамо и Спартак. Дуэль в том перенстве выиграли белоголубые, ставшие чемпионами и установивший рекорд, пропустив в 38 матчах всего 14 мячей. Редактор субтитров А.Семкин